Добрый вечер, в эфире ток-шоу с глазу на глаз и сегодня мы поговорим вот о чем. Согласно недавнего социологического опроса, в ходе которого задавался вопрос, довольны ли вы качеством высшего образования, лишь 38% украинцев положительно ответили на него. К примеру, в Белоруссии 52% составляет эта цифра в Российской Федерации 42, в США 70%, в Германии 59. Хоть это и соцопрос, который может быть не до конца репрезентативным, однако эти цифры заставляют сделать некоторые выводы и скорее всего неутешительны. О качестве высшего образования поговорим сегодня с нашим гостем, ректором Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, профессором Евгением Гороховым. Евгений Васильевич, большое спасибо, что вы пришли к нам в гости, согласились ответить на наши вопросы. Но вот те цифры, о которых я сказал в начале программы, если в целом вы разделяете подобное, скажем так, негативное отношение украинцев? Ну не совсем. Во-первых, спасибо, что вы пригласили меня, и я рад буду ответить на все ваши вопросы, объективно ответить. Понимаете, эти все-таки опросы, они несколько однобокие. Во-первых, мы не разделяем одной вещи от другой. Если во времена, будем говорить, советской власти были государственные вузы, которые были очень под жестким контролем и общественности, и всего это, то сегодня у нас почти 900 вузов в Украине. Из них 600 почти это частные вузы, которые никому не подконтрольны, никому не это сам. Если когда ребенок закончил этот вуз, получил диплом, а не находит место себе работы, конечно, родители негативно скажут вам о том, что образование плохое. Поэтому я бы ценил, вот разделяя эти вещи. Есть образование государственное, есть государственное. У нас очень жесткий контроль за нашим образованием, за качеством образования. И я как ректор, я отвечаю за это качество образования. Я стараюсь все сделать для того, чтобы именно качество образования дало возможность моему ребенку, который пришел в мой вуз, завтра получить не просто диплом, а завтра найти работу и получить хорошую работу. А только получив хорошую работу, он может быть счастливым человеком, он нужен у общества. Вот что самое главное. А для этого нужно построить систему образования. Таким образом, чтобы тот студент, который начинает учиться, сразу понял, что чем больше он будет работать, в вузе не учится, а работают. Чем больше он будет работать, тем будет он более умным, тем больше он будет знания. Завтра его возьмут на работу. Вот главная цель. А здесь уже идет тогда достижение этой цели. Как со стороны преподавательского состава, так и со стороны студента. Евгений Васильевич, скажите, пожалуйста, вы согласны с позицией ряда специалистов в образовании, которые занимают достаточно жесткую, если хотите, радикальную позицию в том плане, что от частных вузов практически от всех нужно избавиться? Нет, я бы этого не делал. Дело в том, что у частных вузов должна быть своя ниша, причем хорошая ниша. Вот мне нравится, когда в Донецке появился вот этот институт туризма. Никто из государственных вузов на себя не брал такую ответственность, а ее надо было создать. А сегодня, смотрите, все бросились на этот туризм именно в государственных, потому что они увидели, что частный вуз, который создал, у него абитура очень много. А больше того, они находят место работы. А вот с этим евро вообще увидели, что у нас же некому руководить этим процессом. Вот в чем вещь. Поэтому частные вузы давны все-таки, и тем более они же хотят, чтобы деньги получать, они давны искать такие специальности, такие, которые бы не просто были красивые сами по себе, а которые бы давали завтра работу, опять я еще раз подчеркиваю, работу выпускнику. Ну вот исходя из вашего ответа, возникает еще один вопрос, который хотелось бы вам адресовать. Это то, что вот на мой взгляд, и на взгляд определенного ряда специалистов, экспертов, в Украине нет вот четко эффективной научной системы прогнозирования общественной потребности тех или иных специальностей. У нас нет возможно понятия, сколько нам нужно строителей, сколько нам нужно экономистов, сколько нам нужно юристов. И вот от этого у нас есть сложности на рынке. Вы согласны с такой точкой зрения? Не совсем. Дело в том, что рынок, надо искать тому вузу, где он находится. И мы это делаем. У меня заключены контракты с 280 фирмами, от малых до самых великих. И они мне заказывают. Больше того, я прошу их, дайте мне вашу визитную карточку, что вы строите, насколько вы используете новые материалы, ноу-хау в области строительства. Я готов вам готовить их под ваш заказ. И я знаю, сколько нужно таких или таких специалистов. Вот чем смысл. Мы в прошлом году открыли новую специальность по картографии, генпланам землепользования. Мы не могли набрать даже просто одну группу. Почему? Во-первых, нам затянули. Мы два с половиной года боролись за то, чтобы открыть эту специальность. Я знал, что будет, как только войдет закон про землю, завтра будут специалисты, которые, во-первых, каждому предприятию смогут оформить документы, чтобы он завладел этой землей. Это необходимо. Каждый человек, который находится на земле, он тоже должен получить этот документ. Кто ему будет это оформлять? Специалистов нет. Ноль. Я два с половиной года боролся в министерстве. Меня в апреле только открыли. Я уже, конечно, не мог раскрутить. В этом году я уже раскрутил агитацию. Сегодня большинство людей, которые работают в БТИ, которые сегодня эти вопросы решают, и которые очень нужны нашему населению, они же неграмотные. Они делают это по понятию, как они хотят. Нужны хорошие знания. Поэтому многие из них сегодня поняли, они пойдут ко мне вот в этом году уже на заочную форму образования. Они себе точно забьют на многие годы работу. Хорошую работу, денежную работу. Вот как надо подходить. Второе, вот я экономистовый менеджер. Я не готовлю их так, как готовят все эти классические университеты, управление и все остальное. Они готовят неизвестно для чего. Я готовлю для своей отрасли. Туда столько нужно экономистового менеджера. А особенно в ЖКХ и все остальное. Их же никто не может приготовить. Почему? Потому что я 50% времени трачу на то, чтобы они понимали, что они будут как экономисты оценивать, как они будут работать. И завтра у меня ни одного студента не пошло на, выпускника не пошло на биржу труда. Они все устроены, их всех хватает. А все контролирующие органы, они же пасутся только у меня. Дайте специалисты, дайте мне специалисты, который бы мне объяснил, как проверять и так далее. Вот им поле работы, а не наших просит. Вот вам и выбор, то есть и определение количества необходимых специалистов. Евгений Васильевич, тогда еще один вопрос, который возникает из того, что вы сказали. Не кажется ли вам, что еще одной большой проблемой сегодняшней высшей школы является то, что в среде руководителей отсутствует в большинстве случаев, скажем так, здравое ядро, как ныне модно говорить, финансового менеджмента, когда руководство, когда ректор планирует сам работу своего вуза, который видит перспективу, который, скажем так, видит перспективу своих выпускников. Вот вы сейчас рассказывали об этом. Я больше чем уверен, что в доброй половине вуза ситуация далеко не такая, которая сейчас есть в Дон-Массе. Ну, вы правы. Дело в том, что власть всех развращает. Кто берется для того, чтобы приносить пользу и получать удовольствие от работы, ну, принося пользу, а кто просто получает свои дивиденды от того, что он имеет власть. И это не только в ректорском корпусе, это везде так. Вон ваш маковый уголь, который я слежу уже 40 лет и вижу, сколько менялось генеральных директоров и как относились. От них зависит судьба тысяч наших горняков. Если там умный, толковый, и он действительно хочет решить проблему, его и люди все любят и уважают. А если нет, ну, он хватает свое, а на других только кричит. Вот и все. Поэтому здесь, конечно, для этого и существует министерство. Больше ни для чего. Отслеживать, кто на своем месте или кто не на своем месте. Вот и все. А дальше все должно быть только во власти ректора. Ректор несет, в первую очередь, ответственность. И он должен все свои действия связывать с этой ответственностью. Если он знает, что ему придется за каждое отвечать, значит, он будет делать все нормально. Нет, он гуляет и все остальное. Евгений Васильевич, вы сейчас сказали, что многое зависит и от министерства. То есть, вы хотите сказать о том, что вы не хотите той самостоятельности для вузов, о которой уже так давно говорят, о том, что вузы были децентрализованы? Нет, наоборот. Я же сказал, от министерства требуется только анализ. Чтобы они только не лезли в наши дела. А они, наоборот, стараются. Ну, понимаете, пришел новый министр, пришел новый замминистра. Оба они работали в высшей школе. Они не знают, что это такое. И считают, что надо командным методом все это. Они сразу заявили, что мы, мол, ректоров прижмем, а то они слишком самостоятельно стали. Что добились они? Что добились? Да, они одного сняли, другого сняли, но сняли как раз тех, кто был зубастый, и кто действительно много принес пользы и городу, и этому делу. Я-то знаю всех. Я же уже 20 лет ректором, и до этого 18 лет проректором по науке был. То есть я с министерством работаю уже почти 40 лет. И извините, вот вчера мне прислали состав министерства, ну, все занялись. Там все же новые. Вот новый министр пришел, все новые. А что они будут делать? Вот, у меня был курьез. Я в прошлом году подписывал новый контракт с министром. Вот, и пришел в приемную. У меня назначили время, когда я думал, пришел, прийти был, подписать. Сидит секретарь, все заходят, ей ручки целуют, и все. Один я зашел так, ну, секретарь, секретарь. И у меня своя работа, у меня своя. Я остался, стою, жду. Вдруг меня вызывает первым. А кто тут гороху? Я говорю, я... А вы же новый? Я говорю, да нет, 20 лет я уже ректор. А почему я здесь ни разу не вижу? Я тут 20 лет тоже сижу. Я говорю, а я вас тоже не знаю. У вас своя работа, у меня своя. Я все вопросы решаю с теми отделами, где мне нужно это так далее. У министра своя роль и свое занятие. Чего я должен к нему бегать? Просто показываться, что я вот такой есть, так это не нужно. Нужно, он меня позовет. Она была ошарашена. А все аж... Ну, вы понимаете, что секретарь у нас большой человек. Какой он большой человек? У него своя работа. Пусть занимается своим делом. Евгений Васильевич, почему, на ваш взгляд, уже долгое время говорят об этой самостоятельности высшей школы, но никто не собирается эту самостоятельность вам предоставлять? Ну, потому что им невыгодно это все дело. Им надо, чтобы мы ездили, кланялись и все остальное. Я не езжу только потому, что это бесцельно. Я здесь решаю все проблемы. Я решаю с мэром, я решаю с губернатором, я решаю со своим коллективом, я решаю со строительными компаниями и со всеми этим делом. А они мне ничего не помогут. Это бесполезно. Вот сейчас по евро мы крутимся. Ведь я до них еще, извините, начал эти все общежития переделывать, потому что мне стыдно стало. Мы лезем в Европу, все кричат в Европу, в Европу, в Европу. Ну, с чем? С моими общежитиями, которые там были. Они у меня уже существуют 40 лет. А там ни разу капитального ремонта не было. И никто ни копейки не дает на это дело. Я начал за свои деньги все их ремонтировать. Потом, слава богу, появилось евро. Юлия Владимировна меня обманывала направо и налево. Везде я в программах был, а денег нет. Я свои вкладываю. Сейчас вот только в этом году 16 миллионов я получил. Я сейчас сделаю. Сделаю прекрасное общежитие. Только я их начинаю делать уже на 13-й год, ко мне уже прибежали. Вот у нас в Донецке будет чемпионат мира по лёгкой атлетике, юниорам. Мы бы вас спросили. 1300 месяцев. Я говорю, да. В июле месяце у меня всё равно не пустует. Студенты уходят. Готов принять. Потому что я сейчас приведу их в нормальный европейский уровень. Я готов брать. Что-то я заработаю, я другие общежития сделаю. Вот один подход, другого тут нет ничего. Евгений Васильевич, я, готовясь к программе, просмотрел рейтинги высших учебных заведений Украины, которые составляются различными, в том числе, печатными изданиями. И вот то, о чём вы сейчас говорите, заставляет гордиться за Донбасскую академию. Но при этом я в этих рейтингах даже в десятки по разным позициям не увидел. А мы не даём туда сведения. Я специально не иду. Это шоу. Они требуют деньги большие. А я говорю, зачем? Я эти деньги лучше вложу в общежитие. О том, что там напишут мне это. Люди ценят не по этому. Они знают, их дети учатся. Придите. К нам приедьте. Вот посмотрите. У меня сегодня питание. Питание трёхразовое. Семь дней. Те, кто живёт в общежитии, вот они питаются. Знаете, сколько стоит? 270 гривен. Где вы проживёте трёхразовое питание семь дней в неделю за 270 гривен? Вы где-то проживёте такое? Да таких цен нет во всей Украине. А за счёт чего? Я экономлю на электроэнергии. Я забираю всю коммунальную эту и не вкладываю в цену. И студенту даю вот такую цену. У меня 3 миллиона оборот. 3 миллиона оборот только этого самого. В год моей столовой. Там посмотрите. Там всё это в виде кафе. Там подаётся посуда даже не пластиковая, а настоящих и так далее. Я через это несу культуру. Он должен привыкнуть к этой культуре. И не говорить, что вот в Европе там вот такое. Но там цены извините. Европу нужно строить здесь, да? Здесь надо сделать Европу. За счёт чего удаётся поддерживать на очень высоком уровне материально-техническую базу вашего учебного заведения? Об этом говорят давно, об этом пишут, об этом показывают. Вот буквально в этом году и наш телеканал показывал о том, что запущена своя новая котельная, опять же, для экономии средств. Как вот удаётся аккумулировать? Потому что других руководителей вузов, когда слушаешь, то, ну уж простите, это часто позиция иждивенцев. На все проблемы, о которых говоришь, один вопрос. Недостаточное финансирование. У нас нет денег, нас обманули, нам не дали ту или иную сумму. На эту котельную я не получил ни от кого ни копейки. Всё это заработано мной, моими преподавателями, моими студентами. Причём я шёл на это сознательно. Но всю Украину, чтобы вы знали, только две котельные в вузах принадлежат им. Меня за эту котельную чуть не расстреляли. Когда я пошёл этот беспредел хопать всё на это, давно были и наши котельные. Мне сказали, вот забираем её в частные руки, тут будет у вас кооператив, вы будете платить, он вам будет давать тепло. Не будете платить? Я знал, что у меня никогда не будет ни денег, ни тепла. Я даже не поехал в город. Я поехал в областное управление. Слава Богу, там был мой выпускник. Я говорю, оформляй мне передачу на вуз. Он мне передал, меня вызывает в город. А я говорю, не надо, это уже моя собственность. Да нет, это моя собственность. И показываю. Вот так я её завоёвывал. Они меня готовы были убить. Но я это сохранил. Но сегодня уже прошло 40 лет. И котельная, она морально никудышная. Котлы потекли. Виталий Иванович ещё работал у меня проректором, веретенником, вы знаете. Очень толковый, ректор хороший и так далее. Он был у меня проректором. Мы с ним взяли один котёл, разрезали и по нему сварили новый котёл. Испытали, и вот так мы и жили. На КПД 46%. Я пошёл на то, чтобы купить вот эти два итальянских котла. 2,5 миллиона мне это обошлось. Я за два месяца вот эти, вот как я её пустил, в три раза меньше газа я использую сейчас. Представляете, какая экономия? А у меня уже на год-то были выделены деньги. Теперь я вот эти сэкономленные деньги, я их бросаю сейчас на электрику. Я теперь сейчас создал группу у меня умных людей. Мы каждое помещение в институте определяем, какой там должен быть температурный режим. Я на каждую батарею поставлю регулятор этого. Если это хранилище книг, там не нужно, там 5-6 градусов и до свидания. Он будет держать эту температуру и всё. Там, где люди в больших аудиториях, где у меня приходят 150-250 человек, там тоже не надо. Дышат, они выделяют тепло. Им завтра будет там сидеть некомфортно. Сами регуляторы будут... А это экономика. Вот она будет вам этого. Вот чем надо заниматься, а не чем другим. В прошлом году мы специально построили котельную, мини-котельную для общежитий. Деньги я заработал на городе. Мы сделали оптимизацию теплосетей. Всех просмотрели весь город. И мы дали для Рязанцевой, где нужно мини-котельную построить. Уйти от этих старых котельных, от этих теплотрасс. Всё рассчитали. За эти заработанные деньги я купил два котла итальянских. Маленьких. И поставил. В прошлом году я уже запустил. Впервые. Найдите хоть один вуз, где есть горячая вода. У меня сегодня у студентов есть горячая вода. Это даёт не только тепло, но и горячую воду. У меня есть собственный цех по производству окон и дверей вот этих пластиков. Мы уже везде поменяли эти окна и двери. Мы сами производим. Мы не имеем права продавать. И я не хочу никому продавать. Я себе всё это делаю. Мы сразу удержали тепло, которое есть в доме. Оно не уходит. А до этого у нас все рассохлись уже окна. Все это двери. Теперь это всё удержали. Давайте всё-таки вернёмся непосредственно к науке. Какова на сегодняшний день ситуация с профессорско-преподавательским составом? Насколько мне известно, в целом по стране есть достаточно серьёзная нехватка в квалифицированных кадрах. И сегодня приходится работать некоторым по совместительству и не всегда преподавать тот предмет, который они знают хорошо. Вы правы. Это очень большая проблема. Очень сильно постарел профессорско-преподавательский состав. Но он постарел именно потому, что было время, когда просто никто не хотел идти в науку. И всё. Все бросились в бизнес. И думали на бизнесе прожить. А бизнеса он не терпит таких. Или постоянно надо заниматься бизнесом. Они выхватили и всё остальное. И у нас была проблема затащить. Мы всё-таки добились того, что у нас очень много молодёжи мы удержали. Вы не поверите, но сегодня мы единственный вуз в Украине, где 35% у меня преподавательского кадра, это молодые учёные. 35. Нет ни у кого таких. А сколько из них ваших выпускников? А сколько из них ваших выпускников все? Все это только наши. Все только наши. Мы их готовим, начиная со студенческой скамьи. Они проходят и потом через бакаврат, через магистратуру. И потом уже идут в аспирантуру и дальше. Но это те ребята, которые крутятся, которые знают. И самое главное, у нас очень много направлений в науке. Вот сегодня, вот только отправил 4 самых талантливых своих ребят. Двое в Штаты, один в Великобританию, один в Германии. Впервые за всю историю нашу самостоятельно в этом году Виктор Фёдорович специально выделил 300 миллионов для того, чтобы за рубеж послать самую талантливую молодежь. Министерство провалило это все дело. Провалило. Об этом было объявлено где-то в июне месяце. Студентов отбирать это. А туда же надо ехать. Знать язык. Иметь хорошую тему. А я сразу сказал, ребят, давай воспользуемся. Вот у нас есть талантливые ребята, которые готовят докторские диссертации. Ну кому, как не им, поехать со своим уже багажом научным, показать, что они, это, свериться с мировой наукой, что-то хапануть оттуда, привезти, и завтра у нас будут свои собственные. Вот так надо воспитать. Я сам когда-то проходил через это все дело, поэтому я обрадовался. Я в 70-м году, год был в Финляндии. Я должен был быть в Соединенных Штатах. Массаччезетский университет меня пригласил. Я сдал документы. Они говорят, все, я уже готов был туда ехать. Потом началось трение с Кубой, и в Советском Союзе все аннулировали визы. Я поэтому не поехал, а финны меня забрали. И я там проходил. Я понял, насколько умно. Я оттуда столько привез литературы. Все, потому что у нас на то время вообще никакой информации. Железный занавес был настоящий. Ребята до сих пор еще читают это все, то, что я им привез. Поэтому кадрами надо заниматься. И вот когда я был проректором по науке, 178 человек, я их поименно знаю, кого я отправлял в каждый вуз, который по Союзу мог подготовить мне специалистов. Самых разных специальностей. 136 из них вернулись. Они сейчас преподаватели. Они уже седые. Они уже это. Но это тот костяк, на котором была построена академия. И они, зная то, как я им помогал и тогда, и сейчас, чтобы они уже стали докторами наук, мы с ними решаем эти проблемы. Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, кто, на Ваш взгляд, должен быть вершителем судьбы выпускника вуза в будущем, в вопросе его туда устройства? Это его проблема? Это проблема вуза или это проблема работодателей, которые должны отслеживать потенциально? Нет, я в первую очередь считаю, что это проблема вуза. Вуз, вуз, и в законе записано, что вуз должен позаботиться о первом месте. Дальше карьерное, это от него зависит. Но помочь ему найти работу, это зависит от вуза. Поэтому я создал специальный отдел. У меня есть такой отдел, он называется трудоустройство и связи с производством. Поэтому они у меня не сидят, я гоняю по всем этому, и они собирают, где, когда, в каком году, кому нужен будет какой. А потом посылают туда уже кафедры, которые выпускают по такой специальности. Узнайте их потребность, на каком уровне сегодня этот завод и так далее. Как им нужно подготовить так, чтобы он завтра пришел и он был там самым желанным. Это может сделать только вуз. Никакие эти фирмы, трудоустройства, они ничего этого не сделают. Это надо делать только вузу. Евгений Алексеевич, у нас остается буквально полторы минуты. Если коротко, тезисно, вот что бы в первую очередь, за короткий срок, вы бы изменили сегодня в системе украинской высшей школы для того, чтобы улучшить качество образования? Дайте мне свободу. Уберите от меня все проверяющие органы, которые только и занимаются. Приходят, они во мне видят жулика, понимаете? Для меня это так обидно. Я всю жизнь проработал в образовании, депутатстве, во всех этих общественных организациях. Я никогда ничего не воровал. У меня нет ни своей фирмы, у меня ничего нет. Я занимался всю жизнь только это. И вот меня больше всего унижает вот эти... Причем пацаны приходят, которые ничего не соображают в образовании. Но он приходит, он корочки мне показывает, он начинает проверять. Ничего не соображает. Это надо убрать. Ни в одном вузе мира никто не имеет права зайти туда. Так же, как не имеет права зайти в общежитие. Ни ректор, ни полицейский. Это дом, дом этого студента. Хоть он временный, но это его дом. Я могу туда зайти по его приглашению или с его согласия. Вот это есть законодательная база. Ее надо уважать. И тогда будет совершенно другое. А вот эти министерства, пусть он занимается... Работает с финансами, что государство нам может дать. А дальше мы сами будем все делать. Если у меня свобода это будет, мне больше никто не нужен. Ну что ж, большое спасибо, что вы ответили на наши вопросы. К сожалению, времени мало. И думаю, что еще массовые вопросы будет. Сказать, я просто хочу поблагодарить и сказать свое восхищение о вашем юнионе. Вы молодцы, вы молодая, но зато очень продвинутая компания, которая действительно по уму работает. То, что меня как раз и прельщает. Молодцы, что вы очень много уделяете внимания молодежи. Это будущее. Не надо сегодня говорить о плохом. Оно плохое, но оно уйдет. А вот дать направление на будущее, показать, что вот это может принести пользу вам, мне и так далее. Это очень здорово. И вот ваши проекты, когда вы рассматриваете это, проекты будущего, они очень ценные. Спасибо большое. Поэтому я вам, вас с Новым годом и желаю вашей фирме только процветания. Большое спасибо. Вам того же. Напоминаю, что сегодня гостем в студии был ректор Донбассской национальной академии строительства и архитектуры, профессор Евгений Горохов. Говорили мы о качестве высшего образования в Украине. Несмотря ни на что, верьте лучше. Всего самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова